Прежде всего, большое спасибо организаторам Международной конференции за предоставленную честь. Буквально вчера наконец-то удалось зайти в интернет, тут ограничено, и с ужасом узнал, что буквально сегодня намечена эта конференция. У меня просто считанные часы были, где-то 4 или 5 часов, поэтому такой крапкий, можно сказать. Хорошо, спасибо. Вот докладчик такой, так вот, оно там видно, да, надеюсь? Видно, да. Вот хорошо. Все-таки есть бог в небе. Тема, тема доклада «Актуальное направление китайской науки», то есть это «Шелковый путь и обмен технологии». Именно вот приоритетная тема на сегодняшний день китайской академии наук, вернее естественной науки, вот эта тема идет. Так, сколько у меня было возможностей, вот приготовил кое-что, не обессудьте, если что-то не так будет. В настоящее время могущественное китайское отношение, как мы еще знаем, стремительно развивается во всех сферах и во всех направлениях, и в том числе и в области науки. В области науки, естественных наук, ну и гуманитарных, потому что Китайская академия наук, она состоит из двух составных частей. Одна академия – это академия естественных наук, а другая академия – это академия гуманитарных наук. На основе межправительственных соглашений, подписанных в 1994 году между главами государства Монголии и Китайской Народной Республики, были налажены взаимные визиты научных учреждений двух стран и проведены немало совместных исследований. Но здесь надо еще примечание сделать. Это, можно сказать, второй этап, второе дыхание научного сотрудничества, который был создан еще в 50-х годах, когда первое сотрудничество начиналось с совместных метеорологических исследований. Далее, с середины примерно 50-х годов до конца 60-х идет обмен специалистами, вернее, обучение научных кадров. Если сделать краткий вывод, то этот период можно вкратце оценить как обоюдное изучение интересов каждой стороны. Далее, период застоя, когда все отношения были заморожены, в том числе и научное сотрудничество, было полностью, как говорится, остановлено. Закрыты были все двери. И начиная с начала 90-х годов, если быть более точным, то с 1099 года возобновляется гемическая сотрудничество двух стран. Были возобновлены отношения. И, наконец, в 94-м году, как я сказал, было подписано это соглашение. Хоть и говорят, и пишут, что наука не имеет границу, но все же развитие научного сотрудничества науки, она всегда зависела и ныне зависит от политических веяний. Ну, здесь, в этом кратком обзоре мы основываемся на данных, собранных нами по текущему положению монгольско-китайского научного сотрудничества. На основе данных совместных проектов гуманитарных. Я здесь взял только гуманитарные, но есть еще и данные по естественным наукам. Каких областях науки Китай стремится сотрудничать с монгольскими научными организациями? Постараемся по мере сил возможности дать краткий обзор. И далее мы как раз будем затронивать тему шелкового путь и обмен технологией. Основываясь на результатах исследований проекта China Poir, Китай по состоянию до 2016 года, это самый особый цикл, потратил в общей сложности 411 миллиардов долларов США на науку, технологии и разработки. Здесь я привел несколько цифр, где вот 71 десяток всего капитала инвестировано частным сектором и 20% от правительства Китайской республики. В 2016 году на финансирование науки в Китае приходилось где-то 0,2% фундаментальных исследований, а 10,3% прикладных исследований. И 84,5% всего финансирования шло на экспериментальные разработки для сравнения доли инвестиций в США на науке. Где-то 16,9% это идет на базовые исследования. И 19,6% это на прикладные исследования. А Китай, по-видимому, уделяет больше внимания прикладным и экспериментальным исследованиям и разработке технологии, чем фундаментальным. Здесь нужно оговориться, что фундаментальные исследования ведутся чисто национальными группами ученых. Сюда просто иностранных ученых не привлекают. Ну, может, это еще не помню сегодня. По крайней мере, такой размер инвестиций и поддержки было в 2000 году, насколько у меня вот есть материалы. И, безусловно, последние 20 лет Китай неуклонно проводит политику финансирования прикладных исследований, экспериментальных и опытно-конструкторских разработок, а не фундаментальных исследований. Далее идет вопрос организации финансируемой фундаментальной исследований. Первым идет, так, слайд, ну, вот, организация. Национальный фонд естественных наук Китая. Главный узел для согласования деятельностей научно-исследовательских институтов и организаций в Китае. Это главный фонд. Министерство науки и технологий Китая, это министерство, как раз управляет организацией исследовательских программ. Далее идет Китайская академия наук. Она организует и реализует специальные с ограниченным доступом исследования по заказу правительства. Поступает членом комиссии по отбору проектов, объявленных Национальным фондом естественных наук, Министерством науки и технологии. И другими финансирующими организациями, также финансирует определенные конкретные исследовательские проекты. Далее, Министерство образования Китайской народной республики. Оно занимается организацией фундаментальных исследователей. Здесь под его ведомством находятся 75 исследовательских организаций, занимающихся непосредственно фундаментальными исследованиями при вузах. Будьте здоровы. Министерство науки и технологий Китая. Китайская академия наук, Министерство сельского хозяйства, Министерство промышленности и информационной технологии. Согласно исследованию китайских ученых по истории науки в Китае, существует несколько способов, через которых правительственное ведомство Китая финансирует отборочные проекты науки и технологии. Первое – это конкурсные, опирающие на оценки независимых экспертов, ощеряющие научные исследования, поиски новых методов. Это Национальный фонд естественных наук. Второе – конкурентные, с оценкой независимых экспортов, где проекты должны рассматривать приоритетные темы, направленные на решение национальных, социально-экономических проблем. Третье – это контрактное исследование для решения конкретных целей. Например, оборонная тема, можно сказать. Четвертое – это предназначенные для поддержки новых институтов и значимых лабораторий. Более 70% расходов Китая на науку и технологию осуществляется через Министерство науки и технологии. Приоритетное направление исследования указывается правительственным фондом и основанное на концепции Китайской Коммунистической партии и резолюциях, постановлениях Китайского конгресса народных представителей. Вот недавно прошел 20-й съезд, и как раз там тоже акцентировалась наука, о финансировании науки. Что касается естественных наук, то проекты отбираются по каждым научным направлениям, по каждым отраслям, так сказать. Отбор научных проектов в области гуманитарных наук проводится по специально перечисленным темам исследований. Темы исследований не разделяются на фундаментальные и прикладные. В гуманитарной науке они сведены в единый список. Так, например, в 2019 году Национальный фонд гуманитарных наук объявил тендер научных проектов. Общее число тема было где-то 371. Сюда включается, во-первых, теория маркцизма, про социализм с китайской спецификой, далее идет история Коммунистической партии, проект по внешней политике, развитие отношений с Гонконгом, Тайванем и Макао. И далее идет экономика, перспективы развития экономики, развитие сельского хозяйства. А также проекты по Тайване, то есть одна страна, две системы. По каждой теме отбирается один проект, который, это естественные науки, финансирование идет обычно на два года. Гуманитарная наука, тема, дает где-то в сумме от 600 до 800 тысяч юаней. Но по сравнению с естественной наукой, проектом по естественной науке, они мизерные, как говорят. Мы исходили из того, что затрагивающие или касающиеся истории Монголии брали. Здесь было всего 9 таких проектов. Вот такие вот проекты здесь и численные. Здесь в основном идет история, источник поведения, архивные данные, этнология, ну, если циркультурная, база электронная, датабаза тоже идет. В целях реализации инициативы, выдвинутой Китайским Народным Республиком, это экономический пояс шелкового пути, Китайская Академия Естественных Наук, это в лице Института Изучения Истории Науки, профессор Джан и доктор Чинвэй, который вот сейчас тоже зашел, но, к сожалению, не знают русского языка. Он тоже дистанционно находится. Ну, и группа ученых вот выдвигает следующие темы по реализации двух, но я от себя добавил трехсторонних. Я как все-таки чайные китайцы и подорогие. Здесь первые артефакты и культурные памятники с научными и технологическими данными обнаруженных в области археологии бассейна реки Волга в ранние и средние века. Архитектура, металлургия, керамика, текстиль, земледелие. Ну, здесь типы культур, сельскохозяйственного орудия, история развития, системы ведения сельского хозяйства тоже идет. Животноводство, переработка продуктов, транспортные средства, механизмы, ремесла, медицина, астрономия, математика и так далее. Чтобы отличать местный контент от инородного, особенно атрибут, то есть связанные с определенными историческими изменениями в регионе. Далее вторая тема. Изучение соответствующих научно-технических, исторических, источниковых материалов, включая путевые заметки, архивные данные, лингвистические материалы. Здесь имеются в виду двухязычные словари определенных технических групп, охватывающие эту область в средние века, в раннее новое время. Также художественные картины или рукописи. Опять же, путевые заметки как российских, так и китайских путешественников. Далее третье. Это материалы, относящиеся к системам традиционных знаний. Это астрономия, традиционные виды, внесла, традиционные медицины и так далее. Проведение этнологических, этнографических и исторических исследований в обочине реки Волга, которые были вынаследованы и в сей день в обиходе. В дополнение к сбору и обмену оригинальными источниками данными и материалами. Проект также может включать в первую очередь комплектацию ценных фундаментальных научных трудов и вот на китайский язык для китайских ученых и исследователей. Учитывая вышеуказанные темы, совместные исследования в рамках российско-китайско-монгольского научного сотрудничества основаны на принципах, которые отличаются от естественных и гуманитарных наук с точки зрения китайского финансирования. И можно предположить, что в совместных проектах в области социальных наук преобладают заказы китайского правительства. За последние годы все мы знаем, что Китай превращается в один из крупнейших научных центров мира, делая сильный акцент, особенно на проекты, касающиеся прикладных и технологических исследований. Профессор Канбат, у вас две минуты. Все, я уже завершаю. Спасибо. Остается что сказать, по Академии естественных наук Китая в данный момент разрабатывает проект, со своей точки отталкиваются и предлагают российским ученым, особенно казанским коллегам, вот эти темы. Ну, желательно, конечно, и надо с вашей стороны казанской коллегии тоже вот хорошо было, если внесли свои мнения, по какой теме определенной имеют интерес сотрудничать с китайскими коллегами. Хорошо было трехстороннего Китая, Моголя и Россия начать более долгосрочный такой проект. Спасибо. Продолжение следует...